Слава Господу, братья и сестры, за сегодняшний чудесный день. То, что Господь говорит с нами сегодня, обращается к сердцу нашему и обильно питает нас, и укрепляет, и наставляет, напоминает нам и ободряет. Поэтому слава нашему Господу. И сегодня в заключении нашего собрания еще хотелось бы еще раз читать Слово Божие. Давайте откроем Первое Послание Коринфянам, 14 главу. Первое Послание Коринфянам, 14 главу, и с первого стиха давайте прочитаем, что же там Господь через Своего апостола говорит Своей Церкви. Первый стих, 14 главы, Первое Послание Коринфянам. Написано, достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Итак, Господь говорит через Своего апостола всем нам, достигайте любви. И если мы откроем 13 главу, предыдущую этого же послания, мы увидим, как апостол пишет о любви, чего нужно достигать прежде всего. И дальше, но на этом он не останавливается. Вы знаете, одно не отменяет другое, а наоборот, одно подкрепляет другое, не содействует, не способствует. Но так должно быть, так должно быть. Если мы правильно разумеем, зачем нам даются, как здесь написано, дары духовные. Ревнуйте о дарах духовных. Как раз дары духовные, они должны идти в согласии с любовью. Они должны способствовать, как мы дальше можем прочитать в 12 стихе, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию Церкви. Дарования духовные нужны для Церкви, братья и сестры. Вот это, об этом здесь сказано. Дарования духовные, они действительно очень нужны для Церкви. Об этом Христос еще говорил. Вы примите силу, то, о чем брат Виталий говорил, и будете мне свидетелями. Но сила, она проявляется многообразно в Церкви Божией. И в частности, так же и в дарованиях духовных. В дарованиях духовных. И говорит, ревнуйте. Вот такое хорошее и четкое, и правильное, знаете, слово, которое дает нам понять в отношении дарований духовных, как Церковь должна быть расположена, как относиться к дарованиям духовным. И здесь вот это отношение должно у нас вылиться вот в это слово. вот ревнуйте. Ревнуйте. Оно должно у нас формироваться вот на основании слова ревнуйте, ревность. Вот это страстное желание. Когда-то братья здесь уже говорили об этом, я только повторю, в греческом слово ревновать означает гнаться. Знаете, такая погоня идет, непрерывная. Пока не догоню, пока я это не сломлю, пока я это не обрету, пока не достигну. Непрерывно преследовать. Вот значит ревновать. Ревнуйте о дарах духовных. Особенно же о том, чтобы пророчествовать. И Писание, говоря, чтобы мы ревновали о дарах духовных, он говорит, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Братья и сестры, сегодня хотя бы, ну а так кратко, но хотелось бы напомнить, что значит ревновать о дарах духовных. Как это делать? Как это делать? Ревновать о дарах духовных. Прежде всего, в чем это может выражаться и должно? Евангелие от Луки в 11 главе, 9 стихом там Иисус наставляет своих апостолов, и Он говорит так, «И Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащий вам отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим в Него». Иисус говорит, как мы должны ревновать, как мы должны искать дарования духовных. Мы должны просить об этом. Мы должны об этом молиться. Например, привожу пример в этой же главе Коринфянам, 13 стих говорит, «А потому говорящий на незнакомом языке, что делай? Молись, а дарь истолкование». Молись, обращайся к Господу, ищи у Господа, проси. Ни у кого больше этих дарований нет, только Господь наделяет дарованиями духовными, не люди, не какие-то особые помазанники, а только Господь, только Он. Поэтому мы можем просить, мы можем молиться. Вот так нужно ревновать дарования духовных. Но, хотелось бы заметить, разве мы не просим об этом? Но я не говорю, может быть, обо всех. Может, кто-то не задумывался об этом до этого дня. Но многие же, я думаю, большинство задумывались, правда? Мы просили об этом, мы молились об этом, мы искали этого, но не все получили, правда? Ну так. Описание нам говорит, почему. И с нескольких причин, почему. Но я хотел бы вот эти все причины суммировать и обратиться к одному месту Писания. Это первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. Здесь сказано так. «И вот какое терзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». братья и сёстры, когда просим чего по воле Его. Итак. «Когда просим чего по воле Его, и тогда что? Он слушает нас. И в том же послании Коринфянам, если мы две главы назад перевернем, это 12 глава. 12 глава говорит так. 11 стих. «Всё же это, это однование духовное, производит один и тот же Дух». Дух Святой, Дух Божий, производит это у нас. Он говорит «один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». Слышите, братья и сёстры, как Ему угодно. Даже не так, как мы просим порой. Не всегда так получается. Но всегда получается, как Ему угодно. Потому что Его воле никто не может противоречить и противостать. Как Ему угодно. Знаете, никто не может привнудить Господа к чему-то. Знаете, беречь Господу. Да, иногда Господь идёт навстречу человеку. Да. Иногда так, как человек просит. Но всегда сбывается вот это слово Писания. Когда просим чего? По воле Его. Он слушает нас. У Него есть воля. У Господа есть своя воля. Как Ему угодно. Братья и сёстры, пусть вот это слово, когда просим чего? По воле Его. И Он разделяет каждому особо, как Ему угодно. Пусть оно в нас укоренится, вот это слово. Господи, Твоя воля, она превыше моей. Она прежде всего. Но давайте вернёмся всё-таки. 14 глава Коринфянам говорит, ревнуйте о дарах духовных, и вы заметите, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Скажите, это есть воля Божья? Это Ему угодно или нет? Апостол Павел говорит, лучше, чтобы вы пророчествовали. И написано, даже все можете пророчествовать один за другим. Это говорит Павел, что это было бы очень хорошо. Я думаю, в этом есть и воля Божья. Но вот это слово, как Ему угодно, оно ещё что-то подразумевает. Знаете, у Господа, чтобы, вот чтобы нам что-то получить от Господа, то всегда существуют условия, при которых мы получаем. Да, всегда существуют условия. И можно было бы много о ней говорить, но послание Якова, начну с первого условия, послание Якова, первая глава, говорит так, надо просить с верой, немало не сомневаясь. Если мы просим без веры, то написано, без веры угодить Богу, что невозможно. Это Господу не угодно. Мы можем сколько угодно просить, но без веры это не будет угодно Господу. Не сможем получить, братья и сёстры, как Ему угодно. Мы должны угодить Господу в нашей молитве. И вот тогда мы начнём получать то, о чём мы просим. И Он говорит, нужно веровать. Второй момент, очень серьёзный. Давайте обратимся в третья книга Царства, третья глава. Как угодно Господу. Мы прочитаем о муже, который в своей молитве угодил Господу. Третья глава, 9-й стих и десятый. Третья же книга Царств, 3-я глава, 9-й и 10-й стихи написано следующее. Молится царь, который только что взошёл на престол народа Израильского. И он просит вот так. Даруй жирову твою сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. А почему? И дальше говорит, и сказал ему Бог, за то, что ты просил этого. И не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. А зачем он могла судить? Да потому что у него, говоря современным языком, должность такая у него была. Ему уже некуда владеться, он должен был судить. Господи, ты ставишь меня на это место, а я не умею этого делать. Ты мне поручаешь то, чего я не знаю, то, чего у меня способностей на это все нет. Господи, да что я могу сделать с этим народом Твоим? Господи, как в Твоем народе я могу что-то навести порядок, судить его, что я могу? И он говорит, Господи, вот это мне нужно, Боже, без этого я не смогу. И вот вы посмотрите, Господу было угодно, Он просил правильные вещи, Он просил вот своевременно и правильно, Он просил то, что действительно содействовало чему? Созиданию народа Божьего. Он просил то, что действительно для народа Божьего, не лично для Соломона, вы посмотрите, не лично, Он говорит, за то, что ты не лично для себя просил, а чтобы послужить Господу и народу Божьему, а чтобы в народе Божьем было созидание. Мы читаем то же самое в послании Коринфиана, вот мы прочитали 12 стих 14 главы, так и вы ревнуя на драх духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию Церкви. Вот это слово назидание, оно то же самое, что и строительство. Это немножко устаревшее слово, сейчас нам менее понятно, но это слово зиждить, строить, устроять, строить, будуватый, к назиданию Церкви, к строительству, чтобы Церковь строилась, чтобы укреплялась, не разрушалась, а строилась. Вот нам нужны духовные дарования. Вот об этом нужно думать. Поэтому Соломон, он угодил Господу в свои молитвы. Почему? Он думал об устройстве народа Божьего. Не о себе он думал, а о том, что он принесет для народа. Он переживал, Господи, что я сделаю для этих людей? Это народ Твой. Господи, что я могу, если Ты меня не наделишь этими Твоей силой, Твоим помазанием, Твоим даром мудрости. Господи, даруй мне это. И Господь говорит, благоугодно было это Господу, потому что он не о себе заботился, а заботился о том, чтобы послужить народу Божьему. Поэтому, братья и сестры, первое, нужно веровать Господу. Веровать. А второе, это то, чтобы заботиться о назидании, о благе Церкви, о том, что я принесу для народа Божия. Господи, помоги мне, даруй мне то, чтобы служило для братьев и сестер. Даруй мне то, чтобы служило для спасения погибающих. Господи, не для моего блага, а для них. Господи, я не могу своей силы. Кто я такой, чтобы для Тебя, чтобы им послужить? У меня нету этого. Господи, только Ты можешь это проявить во мне. Поэтому, ревнуя о дарах духовных, мы должны стараться обогатиться к назиданию Церкви. И еще один момент говорится так. Когда мы просим Господа, мы должны иметь пред Ним дерзновение. Третье. Дерзновение. Это что значит? Первое послание Иоанна. Сегодня много читалось из этого послания. И первое послание Иоанна, это третья глава, говорится так. Возлюбленные, 21 стих, говорит, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и чего не попросим получим от Него. Чего не попросим получим от Него по воле Господа. Угодно Господу. Наше сердце расположилось к Господу и к народу Его, к народу Божьему, послужить для Господа, для назидания Церкви. Но Писание говорит, чтобы мы имели еще дерзновение, чтобы сердце наше перед Богом было чисто, чтобы оно ни в чем нас не осуждало. Вот мы должны искать вот это. Ревновать о драх духовных, ревновать о драх духовных, это также и очищать свое сердце перед Господом. Это также проверять, в каком я отношении с Господом. Как я хожу перед Господом? Имею ли я смелость перед Господом? Вот это дерзновение. Поэтому давайте ревновать о драх духовных правильно. Братья и сестры, можно неправильно, а можно правильно. И угождать Господу прежде всего. И Он ответит нам. И поэтому Писание говорит, я уже не буду читать эти места, но во втором послании Тимофея, во второй главе говорится, что если кто будет чист, там, опять же, не буду читать, перед этим написано, от чего чист, от пустословия, от нечестия, от неправды. Апостол Павел говорит об этом. Кто будет чист пред Господом, тот будет иметь дерзновение пред Богом. Написано, тот будет сосудом чести, годным владыки на всякое доброе дело, на всякое доброе дело. Другими словами, чтобы Господь употреблял и дарованиями духовными, чтобы мы послужили для Него, для Господа. И как мы можем, я еще хотел бы слово такое, как мы можем очищать себя, очищать свое сердце, чтобы иметь это дерзновение. Конечно же, в молитве. Конечно же, в молитве. Когда-то Давид молился, сердце чистое, сотвори во мне Божие, да? И дух правый обнови внутрь меня. Конечно же, в молитве искать это дерзновение пред Богом, искать это чистоту сердца, искать оправдание пред Богом, эту смелость в словах, чтобы сердце наше ни в чем нас не осуждало. Мы имеем возможность. Сегодня мы будем молиться пред Богом. Сегодня мы будем искать, я думаю, лица Господа еще раз. И мы хотим, чтобы Господь, Он созидал свою Церковь. Чтобы дело Божие, оно устраивалось. Чтобы сила Божия, она проявлялась в Церкви Божией. Чтобы имя Божие прославлялось. И чтобы нам еще служить для тех, которые не знают Господа, для этого нужно действие Божие, для этого нужна сила Божия. Для этого нам необходимы дарования духовные, братья и сестры. Ревнуйте о дарах духовных. Давайте не думать, что мы без даров духовных. То, о чем говорил брат Виталий, от своего, от своей мудрости, знаете, от своего разума, что-то, каких-то способностей мы не сможем послужить Господу, мы не можем привлечь души, мы не можем помочь созиданию Церкви, но только дарование Бога, но только сила Божия может созидать Церковь Божия. И поэтому сегодня мы пред Господом будем искать этого. Мы будем ревновать о дарах духовных. И еще хотелось бы добавить, что ревновать о дарах духовных, я возвращаюсь сначала, слово ревновать, это достигать и устремляться, знаете, к нации, идти в погоню, пока не обрету это. Не останавливаться, пока я этого не достигну. А не так, знаете, сегодня я два часа поревновал и на этом остановился. Я должен находиться в непрерывном поиске. Пусть Господь поможет нам сегодня, мы ревнуем и завтра ревнуем об этом. И послезавтра этого ищем и этого достигаем. И Господь этого тоже ждет от нас, чтобы мы об этом усердие не ослабевали, чтобы мы искали, были постоянны в молитвах, чтобы мы были непрестанно искали лица Господа. Поэтому мы сейчас предстанем при Господе. Давайте и у каждого есть какие-то нужды, но вы знаете, кто нам может в этом всем помочь? Только Господь. Потому что по-настоящему помогает только Господь. И друг другу мы можем помочь только силою Божией. Поэтому давайте искать Господа и силы Его, как написано. Ищите Господа и силы Его. Поэтому не воинством и не силой Господь дарует нам победу, но Духом Своим. Аминь. Давайте помолимся. Господь.